Благодарю вас, уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги. Разделяю высказанное коллегами мнение о том, что Шанхайская организация сотрудничества успешно развивается. Со вступлением в ШОС Индии и Пакистана, чьи руководители сегодня впервые участвуют в заседаниях в качестве полноправных членов, наше объединение ещё больше окрепло, расширило свои границы и возможности. Хотел бы подчеркнуть, что приоритетным направлением взаимодействия в рамках ШОС остается борьба с терроризмом. Принимаемая сегодня программа по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму определяет ориентиры для сотрудничества в данной области на ближайшие три года, предусматривает проведение совместных учений и контртеррористических операций, налаживание более тесного обмена опытом и оперативной информацией. Рассчитываем на активное участие молодёжного совета ШОС в работе по недопущению вовлечения молодых людей в террористическую деятельность. В числе приоритетных направлений работы ШОС – оказание содействия в политико-дипломатическом урегулировании конфликтов вблизи внешних границ государств и членов организации. Особого внимания требует ситуация в Афганистане, согласен с коллегами, которые об этом уже говорили. Важно сообща бороться с исходящей с территории этой страны террористической угрозой, пресекать производство и транзит наркотиков, оказывать помощь Афганистану в деле национального примирения, экономического возрождения и стабилизации. Серьёзных результатов в борьбе с терроризмом удалось добиться в Сирии. Благодаря слаженным действиям России, сирийского правительства, Ирана, Турции, других партнёров, включая Казахстан, удалось в значительной мере подавить террористическую активность в этой стране. Тем самым был открыт путь к политическому урегулированию. Хотел бы отметить, уважаемые коллеги, что правительство Сирии контролирует сегодня территорию, на которой проживает около 90% населения этой страны. Дамаск следует договорённостям, достигнутым на Конгрессе сирийского национального диалога в январе в Сочи. Направил предложение по составу участников Конституционного комитета от правительства Сирийской республики для подготовки нового основного закона страны. Таким образом, уважаемые коллеги, правительство Сирии полностью выполняет свои обязательства и проявило своё стремление к политическому диалогу. Теперь дело за оппозицией. Безусловно, наши страны не могут не беспокоить то, что сейчас происходит вокруг иранской ядерной программы. Выход США из совместного всеобъемлющего плана действий способен дестабилизировать обстановку. Россия выступает за последовательное, неукоснительное выполнение СВПД. Со своей стороны, продолжим следовать всем взятым на себя обязательствам. Существенное влияние на ситуацию с безопасностью на пространстве ШОС оказывает проблема корейского полуострова. Позитивно оцениваем настрой Пхеньяна, Сеула и Вашингтона на комплексное разрешение кризиса через диалог и переговоры. В русле предложены Россией и Китаем дорожные карты урегулирования. По линии ШОС следует и далее оказывать содействие нормализации обстановки в регионе. Россия приветствует предстоящий саммит США и Северной Кореи и отмечает большой вклад Китайской Народной Республики в разрешение кризиса на корейском полуострове. Уважаемые коллеги, существенным направлением деятельности ШОС является развитие взаимовыгодных экономических связей между нашими странами. Набирает обороты торговля и инвестиции. Мы упрощаем взаимный доступ товаров и услуг, совершенствуем таможенное регулирование, ликвидируем излишние административные барьеры. Запускаем совместные проекты в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства. Ведётся работа по гармонизации интеграционных инициатив наших стран. В мае в Казахстане и в Астане подписано соглашение о сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой. Важно предпринимать и другие шаги, ведущие к наращиванию координации при реализации торговых, инвестиционных и инфраструктурных проектов по линии Евразес и китайской программы «Один пояс, один путь». Россия и КНР также готовят проект соглашения о Евразийском экономическом партнёрстве, которое, разумеется, будет открыто для подключения всех стран ШОС. Пользуясь случаем, приглашаю представителей ваших стран принять участие в первой встрече глав регионов государств-членов ШОС и в форуме малого бизнеса регионов стран «Участник ШОС» и БРИКС, которые должны пройти в Российской Федерации. Уважаемые коллеги, в конце года завершается срок полномочий генерального секретаря ШОС и директора исполнительного комитета РАЦС. Хотел бы выразить признательность нашим коллегам за эффективную работу и пожелать успехов в работе их преемника. В заключение хочу ещё раз поблагодарить господина председателя Сен Цзиньпиня, всех наших китайских друзей за очень радушный приём и гостеприимство, и поздравить Китай с успешным председательством Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня председательство переходит к Киргизии. Киргизские друзья могут рассчитывать на всемирное содействие с российской стороны. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...